Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Программа «Лучшие в стране» после продолжительных майских праздников наконец-то выходит, как всегда, в прямой эфир. Друзья, меня зовут Александра Хайрулина, и я очень счастлива сообщить, что сегодня у нас в гостях вокальный проект «Вива». И пока бурные овации звучат, каждого в отдельности представлю. Родион Пальс, Василий Гурылев, Александр Балыков, Михаил Давыдов, Филипп Черкасов. Здравствуйте! Ну а теперь... Здравствуйте! Здравствуйте! Мы, правда, очень вас ждали. Спасибо вам большое, что вы в своем очень насыщенном, плотном графике нашли время для визита к нам, потому что клипы ваши смотрим, знаем, выучили уже наизусть, но хотелось, конечно, каждого видеть, пока у нас Саша был только в гостях. Но теперь вся команда. Которая, надо сказать, и майские праздники, все трудилась. Да, все майские праздники, как и мартовские, и апрельские тоже. Сентябрьские. Да, мы провели в гастролях, и долго уже хотим прийти в эту студию. Ребята знают, как тут гостеприимно. Я не раз рассказывал о наших эфирах. И мы рады, что сегодня наконец-то звезды сошлись, и мы сегодня у вас. И есть возможность не только пообщаться, не только попеть, но и представить впервые эксклюзивную премьеру песни, которая будет в конце эфира. Друзья, у нас действительно суперэксклюзив, потому что даже, как сказал мне Александр, в интернете ее еще нет, да? Да, в интернете эта песня будет буквально через неделю, только будет мировая премьера этой песни. Ее еще нигде невозможно найти. Мы только вчера вышли из студии, где досвели последние штрихи этой песни. Песня называется «Welcome to Russia». Давайте несколько слов о ней, конечно. Закинем пока удочку. Закинем пока удочку, да. Пока зрители, кстати, могут посмотреть, сколько было песен написано про футбол, и мы с ребятами как-то... Огромное количество, я могу сказать. К чемпионату просто посыпался урожай. И все пишут о том, что давайте забивать голы, давай Россия, давай-давай и так далее, и так далее, и так далее. А мы решили спеть песню, которая будет просто показывать о гостеприимстве русском, о том, что мы рады любым национальностям, рады любым гостям, любых возрастов, с любых континентов нашей планеты. Поэтому вот такую просто добрую, хорошую песню, нам кажется, что такой песни не хватает. И сегодня у вас будет премьера этой песни. Ну, отлично. Будем ждать с нетерпением. Естественно, нужно только рассказать, кого благодарить за этот хит. Как вы нашли эту песню, кто является авторами? Автором являюсь я. Далеко не ходили. Саш, ты композитор, да? Я решил написать музыку, да. У меня даже есть русский текст на эту песню. И на гастролях в Казани я познакомился с одной прекрасной, очаровательной девушкой, Талула. Ее попросил сочинить английский текст на эту песню. Рассказал ей на идее. Странно, что в Казани, на татарском надо было просить, мне кажется. Я думаю, что там уже параллельно и на татарском тоже сочиняется. Дело в том, что на русском языке этот текст будет понятен только русским людям. А хотелось бы, чтобы все, кто приезжают к нам в страну, все чувствовали наше гостеприимство. Поэтому мы вместе с ней сочинили такой текст на английском языке. И, пожалуй, это будет первая англоязычная песня в репертуаре группы Viva. Авторская англоязычная песня. Я даже по-русски стал заговаривать. А теперь вопрос, внимание, как же наши гости, уважаемые из разных стран, которые приедут посмотреть на чемпионат, они услышат эту песню? Где и каким образом? Во-первых, сейчас активно эта песня будет транслироваться в интернете. Во-вторых, гости, прилетая в Россию, могут включать страну FM, радиостанцию, и там слушать песню Welcome to Russia. Потому что эта песня именно будет попадать в нужное место, в нужном времени, когда люди будут приезжать. И на общее национальное настроение, общий национальный интерес будет именно как раз о футболе, о международных отношениях, о празднике дружбы. Но я не поверю ни за что, что вы не будете выступать где-то на матчах, в каких-то мероприятиях. У нас запланированы и в Казани выступления, и в Москве. Пока сейчас идет режиссура этих мероприятий. Не будем выдавать всех тайн. Но все, кто следят за нами в наших социальных сетях, все, кто следят за нами на нашем сайте, знают все наши перемещения, потому что мы очень активно ведем трансляции со всех уголков нашей страны. Ну и очень активно гастролируете. У вас был весенний тур, который завершился, или он продолжится еще? Весенний тур у нас был в марте, но мы думали, это все закончится мартом, но он перерос как-то в апрельский. И вот сейчас в мае у нас тоже начинается, буквально с послезавтра, тоже и там и Санкт-Петербург, и Чита, и Оренбург, и другие города, где мы приедем со своими концертами. Слушайте, зал и битком. Даже если вы не были на этих концертах, вы просто можете в социальных сетях у коллектива Вива посмотреть эти фотографии. Я думаю, они не постановочные, а даже уверен. Зал действительно не битком. Маншлаги сопровождают вас. Слишком дорого сделать постановочную фотографию с массовкой в полном ряде. У каждого из нас просто там много родственников в каждом городе. Мы прервемся совсем ненадолго и вернемся в студию очень скоро. Оставайтесь с нами. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. И тут вот какое дело, друзья. Мало того, что у нас, безусловно, один из самых лучших вокальных коллективов нашей страны, вокальный проект Вива в гостях, так еще и каждый участник этого проекта сам по себе является лучшим голосом нашей страны. Вот мне бы очень хотелось, я даже не знаю, но может быть каждый из вас о себе в двух словах. Либо Александр, ну хотя он и так много говорит, либо же я зачитаю какую-то информацию, взятую с вашего же сайта. А нам интересна, мне интересна информация. С сайта, да? А вы давно не получаете сайт? Ну хорошо, Родион Паульс, друзья. Обладатель одного из самых низких голосов в России. Это я. Я буду просто... Да, да, да. Пожалуйста, делайте так. Еще будучи студентом Академии Хорового Искусства, солировал на театральных сценах Японии, Германии, Польши, Франции гран-при международного конкурса «Белла Войс». Золотая медаль на 13 академических играх в номинации «Академическое пение». Говорят о его таланте многое. Ему стоя, рукоплескала искушенная публика Лейпцига после блестящего исполнения сольной партии в страсти по Матфею на сцене Томас Кирхе, Германия. Это хорошая информация, мне нравится. Сколько я про тебя не знал-то, оказывается, а? Да. Было дело. Это уже сжатая информация. Ребята, вы что, на сайте не бываете, что ли? Где этот сайт находит? Мы работаем. Добавить ей что, Родион? Мне кажется, все прямо вот, все четко. На самом деле хочется о человеческих качествах Родиона сказать. Родион человек, который составляет юмористическую составляющую нашего коллектива. Человек, рубаха, парень, который в нужный момент всегда найдет, размешить любую ситуацию перевернет в позитивное русло. Саша, что он делает? Он анекдоты рассказывает? Нет, я не умею. Честно, не надо рассказывать. Ему просто нужно что-то говорить, и все. В принципе, уже нормально, и уже всем весело. Вот, это Родион Паульс. Ну, хорошо. Дальше поехали. Василий Гурлев. Лирический тенор, который сорвал овации на фестивале русской музыки и культуры в Марокко, лауреат международных конкурсов, участник различных фестивалей оперного искусства в Европе, Японии и других странах мира, участник оперы Штрауса Соломея, оперы Моцарта Бастина, и Бастина активно развивает сольное творчество. По твоим стопам Саша идет. Более того, да, совсем скоро будет премьера песни Василия Гурлева. Именно в интернете мировая премьера песни. Она уже звучала на многих наших концертах, но, тем не менее, широкой публике она еще неизвестна. Вася пишет песни современные, можно даже сказать, поп-роковые, что не свойственно для классического певца, и совсем скоро он публике откроется совершенно с новой стороны. Василий Гурлев. Заинтриговали. Вася, ну что-то добавить есть еще к тому, что было перечислено? Ну, пишу песни, да. Это мое, так сказать, альтер-эго раскрывается в этом. Но, тем не менее, классическую музыку люблю, продолжаю любить, продолжаю петь, и, тем не менее, развиваться в других направлениях тоже. Отлично. Ну, Александр Былыков, друзья, кто не знает, да, звезда первого сезона телевизионного шоу «Главная сцена», в котором покорил своей искренностью лучших продюсеров страны. Артист московских мюзиклов, автор-исполнитель собственных песен, продюсер, ну и что еще, и так далее, и тому подобное. Просто Александр Былыков, да. Человек-электровеник, человек, который спит, наверное, как Ленин, по три или четыре часа, все остальное время он работает. Продюсирует, продюсирует, продюсирует. Я-то думал, он умер. Все-таки спит. То есть, Пилипп знает кое-что большее, чем вся страна. Да-да-да. Хотел его будить, понимаешь? Александр — это человек с неуемной энергией, с неуемным позитивом. Человек, который вокруг себя аккумулирует людей, аккумулирует огромное количество энергии, аккумулирует огромное количество идей, и не знаешь, как за этим человеком угнаться, потому что он очень быстро вводит машину. А ведь, между прочим, он еще и является, поправьте, если не так, отцом-основателем проекта «Вива». Саш, или все-таки это была коллективная задумка? Коллективная задумка была еще очень давно, еще в 2009 году на проекте «Русские теноры» в Лос-Анджелесе. На самом деле, отцом-основателем этого формата, наверное, была Екатерина фунгич Минвальдек, которая придумала историю о том, что должны петь именно солисты в коллективе. Не просто ансамбль, где есть безликие личности, а именно солисты. И есть художественный руководитель личности медийной. Да, да, вот. И выходцы из этого проекта я и Миша Давыдов. Потом это перерастало в различные формы. Мы пробовали по-разному это все интерпретировать. Это был проект «Новые голоса» после того, как мы приехали из Америки, руководителем которого являлся Миша Давыдов. После этого переросло это в проект «Вива», где мы распределили наши обязанности. И Миша занимается музыкой, я занимаюсь продюсерской деятельностью, появился Филипп, который занимается режиссерско-простановочной деятельностью. А, значит, и хореографией тоже? И хореографией тоже. Потрясающе. Вася сейчас подключается к нашей студийной работе, и подключается Родион к низким нотам. А Родион смешит, он создает правильную атмосферу творческую. Мы уже все помнили. Друзья, Михаил Давыдов, переходим, конечно. Стоя руку плескала самая искушенная публика оперных театров Вены, Барселоны, Пекина, Канадского, Монреаля. А в мире сложно найти концертный зал, где не звучал его голос. Ах, теперь он и здесь зазвучал. Наконец-то, друзья. На сегодняшний день спектакль с участием Михаила собирает полные залы в театре «Геликон-опера». Миш, остается ли время на «Геликон-оперу»? Ну, остается все меньше и меньше. Вот мне показалось тоже, когда я посмотрела на ваш гастрольный график. Но я абсолютно не жалею. Я считаю, что мы развиваемся и никогда не знаешь, куда нас судьба приведет. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Я люблю петь, я люблю музыку. И мне нравится вот то, что мы делаем сейчас в коллективе «Вива». А нам-то как нравится? Знаете, хочется, пользуясь случаем, пользуясь тем, что мы в прямом эфире, поблагодарить руководство театров, руководство театра «Геликон-опера» в частности. Потому что редко, когда руководители и режиссеры идут навстречу и понимают, что солисты театра развивают это творчество, продвигают оперное искусство по всему миру, по всей стране. И это же просто отлично, это круто. И то, что Михаил гастролирует по всей России и представляет театр «Геликон-опера», это тоже очень хорошо. И хочется поблагодарить руководство, потому что не вставляют палки в колеса, идут навстречу. Ребята на гастролях хорошо, еще ни разу не было такого, чтобы Мишу не отпустили со спектакля. То есть всегда договариваются, всегда идут навстречу. И это приятно, потому что все-таки творчество не должно обрубаться на корню, творчество должно развиваться. Тем более Михаил Давыдов является художественным руководителем коллектива. То есть ежедневные, многочасовые, скажем так, расписывания партий, репетиции вокальные, это все на Миши. То есть все, насколько хорошо звучит коллектив «Виво», это заслуга Михаила Давыдова. А мы сегодня послушаем, насколько хорошо звучит коллектив «Виво» уже, да. Филипп, Филипп, ну наконец-то добрались до тебя. Представитель легендарной династии Черкасовых. Заслуженная награда Гран-при Международного конкурса «Романсиады» говорит о нем многое. Он неисправимый романтик, исполняя роман с оперной аре, тонко чувствует каждую ноту. И в этом Филиппу равных нет. Друзья, он поверил в это и сейчас расплачется. Ничего не нужно добавлять. Я тогда хочу узнать, если у нас возможно сейчас исполнить песню, либо мы... Ну хорошо, тогда немножко поговорим, исполним несколько позже. Я же пока хочу задать вот какой вопрос. Чуть больше двух лет команде. Осенью будет три года. Да. Коллектив «Виво» будет отмечать. 26 сентября. Сентября, запомните эту дату, друзья, да. И в общем, какая штука. За это время уже огромное количество программ есть у коллектива «Виво». Это шедевр классической музыки, духовные произведения, войны песни, русские народные песни, зарубежные страны, советская и российская эстрада, авторские песни. Может быть, что-то еще, о чем мы не знаем? Готовим всего очень много. Да нет, я просто спрашиваю тоже, как и вы. Ну вот, на самом деле, у нас появляются авторские песни, которые, в принципе, уже подойдут под многие праздники даже. Знаете, вот как Великий Высоцкий писал песни про медиков, про альпинистов и так далее, скажем так, по направлениям. У нас все складывается само собой. Знаете, вот мы прониклись какой-то темой, раз у нас появилась авторская песня. Ожидаем футбол, ждем, когда же у нас будет чемпионат мира. И сегодня мы в конце передачи представим песню Welcome to Russia. Будет у нас такая песня. Кстати, это будет первая англоязычная авторская песня в репертуаре коллектива. На самом деле, мы очень долгое время шли к своему репертуару. То есть, ну то, что вы говорите, зарубежная, советская эстрада, классика, это уже все пели. Конечно, это уже 100% примут на ура, будут хлопать в ладоши, обещать от восторга. Поехали на победу. А вот когда ты со своим репертуаром пытаешься пройти вот этот путь, это очень сложно. Но нам это нравится, и мы именно к этому стремимся. То есть, можно ли сказать, что постепенно-постепенно авторский репертуар будет вытеснять из программы и классические шедевры академические, и военные песни, и так далее? Ну, классику и какие-то легендарные песни мы забывать не будем, но даже сейчас уже, вот совсем скоро, через пару недель выйдет телевизионная версия нашего концерта «Живу для тебя», и этот концерт на 90% состоит из наших авторских песен. И, знаете, вот очень приятно наблюдать, как люди нам подпевают. Допустим, мы выходим в любом городе нашей страны, начинаем петь песню «Она так прекрасна», и видим, что нам начинают подпевать. Это приятно. Друзья. Кстати, можно и сейчас эту песню исполнить. Прямо после короткого перерыва вы можете пока дойти слова в интернете, если вдруг еще по какой-то уважительной причине не выучили эти самые слова, и споем все вместе. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Вокальный проект «Виво», друзья, сегодня у нас в гостях. Наконец настал тот волнительный момент, когда мы услышим живьем эти потрясающие голоса. Что это будет за песня? Несколько слов. Расскажите. Это будет песня «Она так прекрасна», песня, которая состоит из музыки великого Карлса Гарделя, который написал знаменитую мелодию для фильма «Запах женщины». Она звучала на скрипке, но в какой-то определенный момент я решил сочинить на эту песню текст, и так родилась в группе «Виво» песня, которая называется «Она так прекрасна». Ее мы посвящаем всем женщинам, которые слушают и смотрят «Страну.ФМ». Где-то на планете озаряет светом девушку, которая прекрасней всех. Позабыть нельзя губы и глаза, красоту, волосы, очень звонкий смех. Где-то на планете я мечтаю встретить, каждый день ищу ее по всей земле. Но садится солнце, и она вернется. Знаю, что вернется только лишь во сне. Она так прекрасна в объятиях страстных, И наша любовь оживает вновь. Эта страсть опасна, Ее поцелуи забыть не могу я. И каждую ночь этот сладкий сон нас уносит прочь. С утренним рассветом растворилась где-то, В памяти остался лишь прекрасный сон. Где ее искать, не могу понять, Но я знаю точно, что в нее влюблен. Где-то на планете в поисках ответа Я прошу судьбу соединить пути. Голод или стужу, если будет нужно, Обойду всю землю, чтоб ее найти. Чтобы найти любовь. Чтобы найти любовь. Чтобы найти любовь. Она так прекрасна в объятиях страстных, И наша любовь оживает вновь. Эта страсть опасна, Ее поцелуи забыть не могу я. И каждую ночь этот сладкий сон нас уносит прочь. Она так прекрасна в объятиях страстных, И наша любовь оживает вновь. Эта страсть опасна, Ее поцелуи забыть не могу я. И каждую ночь этот сладкий сон нас уносит прочь. Всем самых прекрасных зрительниц и для слушателей Страны ФМ и самый прекрасный, Саша. Спасибо. Вокальный проект Vivo, друзья, программа лучшая в стране. Страна ФМ. Я очень надеюсь, что вы нас смотрите и слушаете. В зависимости, конечно, от возможности. Оставайтесь все дальше с нами. Потому что будет еще и премьера. Абсолютно новая песня. Супер мега эксклюзив. И только через несколько минут и только в нашем эфире. Вернемся еще к новой песне очень скоро. Я хочу вас поблагодарить за это прекрасное исполнение. Причем такая песня, что, действительно, сколько ее не слушаешь, она не надоедает. Вот какая-то удивительная особенность у нее есть. И я прекрасно понимаю вас, когда говорите, что зал поет хором вашей песни. Я хочу вот что спросить, ребята. Ну не секрет, что некоторые песни пишет Александр. Вот и она прекрасно приложила туда, что называется, руку. Был ли такое, что вот искренне приносит Сашу песню, и вы вроде как, ну, понимаете, что не то. А сказать не решаетесь. У Александра со вкусом все в порядке. Он тоже абсолютно точно понимает, что наша группа может исполнить и какие песни. То есть у него много песен. Его альбом сольный очень популярен среди нас. И в стране тоже. Нет, ну я пошутил, конечно. Серьезно, нет, очень хорошие песни. Но он прекрасно понимал, что большинство этих песен – это сольное исполнение его, это его энергетика, это его подача. И эти песни не легли бы нам на голоса. И поэтому сейчас, когда он уже новые песни пишет для группы, он четко понимает, какие задачи нужны и какие способы исполнения этих задач будут. Родион, ты хотел что-то сказать? Ты наконец хотел правду сказать? Мне кажется, это будет последний день в Виве у меня, поэтому я промолчу. Мне очень все нравится. На самом деле, знаете, приятно, что в творчестве участвует весь коллектив, потому что когда мы выбираем какую-то песню, либо то, что я написал, либо то, что пишут другие авторы, а таких песен большинство Виви сейчас – Александр Морозов и Александр Яковлевич Розенбаум. Вот даже как! Да. И песня рождается в коллективном творчестве, потому что мы начинаем думать, как бы мы ее сделали. Василий часто предлагает очень интересные и здравые идеи для того, чтобы грамотно аранжировать эти песни. Какие-то фишечки вокальные, как это сделать более вкусно. И получается, что песня обретает свой облик только тогда, когда каждый из нас в нее вложил частичку своего музыкального видения, частичку своего какого-то музыкального мира и ощущения. И на самом деле, грубо говоря, даже как для, ну, слишком громкое для меня слово композитор, как для человека, который пишет песни, когда появилась группа Вива, гораздо проще писать, потому что у Вивы безграничный диапазон. Ты не скован какими-то жанровыми, музыкальными и звуковысотными рамками. Непаханное поле для творчества ты можешь писать в любом стиле, в любом направлении и с любыми нотами, потому что у кого-то из нас низкие голоса, у кого-то высокие, и мы можем спеть любую песню. Ну, главное, чтобы при этом текст был тоже более-менее складенький. Тем не менее, у меня в ящике дома лежит огромная гора песен, которая не подходит ни под мое творчество, ни под творчество группы Вива. Я думаю, что скоро буду... Может быть, это песня Филиппа или Родиона. Как вариант. Про Василия не говори, потому что у него свои песни. Да, да. Поэтому вот нельзя сказать, что это там какое-то именно там сольное творчество. Нет, это коллективное творчество, которое помогает, скажем так, скелету, основе музыкальной превратиться вот в такую красоту, которая возникает. Потому что на первоначальном этапе все выглядит не так красиво, как после того, как Вива приложила к этому руку. Ну, и не надо нам знать, друзья, и слышать, как все выглядело на первоначальном. Мы хотим сразу в исполнении, в подаче Вивы. Что у нас будет сейчас? Сейчас песня, совершенно новая песня. Мы эту песню представили в апреле месяце. Ей еще даже месяца нет этой песни. Песня называется «Только очень жди». И хотим посвятить всем женщинам, которые ждут своих мужей с командировок, с армии или еще... С гастролей. С гастролей и так далее. Главное – ждать любимых, дожидаться. А приятные встречи, конечно же, они покроют все невзгоды ожидания. Ну и пользуясь случаем, всех хотим поздравить уже с наступившим великим праздником. Девятое мая было совсем недавно. С днем Победы! С днем Победы! П Say cetera Знаю мы правы! А что будет завтра, Сейчас знает Бог лишь один. Только очень жди, только верь в меня. Пусть зальют дожди, Языки огня. На земле опять Вырастут цветы, И тогда к тебе Я вернусь с войны. Только очень жди, только верь в меня Пусть зальют дожди, языки огня На земле опять вырастут цветы И тогда к тебе я вернусь с войны Вернусь с войны Здесь у этих высот сердце словно кусок Раскаленной лавы Как забыть пламя дней, как простить смерть друзей Я не знаю права Сквозь эту землю я огненной тенью С болью о жизни прошел И только в письме напишу я, любимый, что все У меня хорошо Только очень жди, только верь в меня Пусть зальют дожди, языки огня На земле опять вырастут цветы И тогда к тебе я вернусь с войны Только очень жди, только верь в меня Пусть зальют дожди, языки огня На земле опять вырастут цветы И тогда к тебе я вернусь с войны Вернусь с войны На земле опять вырастут цветы И тогда к тебе я вернусь с войны Только очень жди, только верь в меня Пусть зальют дожди, языки огня На земле опять вырастут цветы И тогда к тебе я вернусь с войны Вернусь с войны Вернусь с войны На земле опять вырастут цветы И тогда к тебе я вернусь с войны Только очень жди Браво! Вокальный проект Вио, друзья! Замечательный музыкальный подарок Ко Дню Победы, который хоть и прошел по календарю, но он всегда, конечно, с наших сердцем будет и в нашей памяти Я думаю, что в эти праздники вы не раз исполнили, наверное, песню на различных площадках города Да и не только Так было И эту песню исполнили И песню День Победы Исполнили и многие-многие другие песни Величайшие песни И, знаете, вот приходит осознание того, что благодаря этой Великой Победе Победе сохранилась не только жизнь людей Это же сохранилось искусство Сохранилось огромное количество песен которые были до Великой Отечественной войны Появилось огромное количество колоссальных, гениальных песен советского времени Это неповторимая эпоха Ни в одной стране не рождались Так много не рождалось песен Вот с такой мелодикой С таким пропитанным чувством патриотизма И так далее И это вот все, скажем так, вот Результат Великой Победы Это результат мышления русского человека И это праздник, который породил очень много добрых дел очень много доброй музыки Это приятно Хорошие слова, Саш, спасибо Я вот хочу о чем у вас спросить Поскольку вы уже побывали как сольные артисты и в составе проекта Вива во всех городах нашей Родины Скажите, пожалуйста есть ли какие-то города может быть столицы может быть глубинки которые, например, ну очень любят классические шедевры или такие, которые воспринимают на ура, например, зарубежную эстраду когда вы исполняете Есть у нас какие-то регионы На самом деле очень интересно всегда у нас концерт разноплановый то есть сначала мы поем классические хиты узнаваемые мелодии потом русские, народные потом более эстрадные, советские и потом мы переходим на уже наше творчество И вот, как правило, в тех городах в которых есть оперный театр или театр опереты там очень хорошо воспринимают классику там ее знают В глубинках, как правило классики относятся как к некому такому эксклюзиву или как к какой-то там большой хрустальной вазе и больше реагируют уже на более ритмовые песни на более танцевальные, более зажигательные но в этом есть кайф большой что у нас программа разная и мы можем спеть разное и поэтому мы можем угодить различным музыкальным вкусам То есть, а может большая семья прийти? Неважно, сколько лет каждому члену этой семьи какую музыку он предпочитает он все равно что-то для себя На самом деле, да И плюс наши концерты проходят с конферанцем Александра который не только да, там, объявляет так песни, он про них рассказывает он рассказывает душевные истории про них и люди проникаются этим и поэтому музыка становится Забалтываешь, в общем, Саша На самом деле, не просто чем-то тем что вот мы сейчас услышали концерт, исполнители стоят все такие чопорные ничего подобного Как раз, да, да, да вот этого нет Да и не забывайте что все зрители это мои родственники да, не забывайте все равно будут аплодировать Я поняла да, теперь точно зачем он продемонт На самом деле, кстати говоря очень легко узнавать знают ли произведения как правило на вступлении уже слышны аплодисменты если люди узнали сразу реакция есть да, 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 и как правило да, Филипп правильно сказал вот там, где есть оперные театры и консерватории там больше на вступлении уже аплодируют под классические вещи вот а люди в глубинках они располагают большей душевностью видно, что они за столом поют русские народные песни поэтому реагируют и очень интересно у нас после концертов как правило автограф-сессии где мы встречаемся со зрителями мы не только даем им автографы мы собираем впечатления нас вот как в интернете так и непосредственно зрители нас очень действительно интересует обратная связь и в городах вот где есть оперные театры там говорят ребят, ну вы мало классики конечно спели хотелось бы больше а в глубинках говорят ну в начале как бы ну интересно конечно было скучно но потом вот это вообще слушайте, ну какие вы молодцы все-таки у вас еще и большая очень такая просветительская задача что у нас сейчас по плейлисту музыкальному? сейчас наша любимая песня песня которая неожиданно для нас самих осенью прошлого года как-то она сразу полюбилась публике и и детям и детям и сначала детям потом взрослым песня которая называется «Голубоглазая» конечно и под эту песню просто на наших концертах поднимаются зрители танцуют подпевают вместе с нами и мы рады что вот такая грань нашего творчества нашла любовь у публики и мы с удовольствием споем ее для вас отлично «Голубоглазая» Помнишь, был хмурый день, дождик лил с утра Как всегда по делам торопился я Но увидел тебя в толпе, пробегая на красный свет Понял я на земле, лучше девушки нет Ты моя, 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 голубоглазая Мы одной мелодии любви на веки связаны Я иду по улице с тобой, моя красавица Люди оборачиваются и улыбаются Зая, Зая, голубоглазая Я тебе от любви будто сам не свой Все стихи, все цветы лишь тебе одной Я стою под твоим окном и пишу, как тебя люблю Потому что я жить без тебя не могу Ты моя, 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 голубоглазая Мы одной мелодии любви на веки связаны О, 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 моя красавица Люди оборачиваются и улыбаются Среди звезд и планет есть теперь звезда Что горит ярче всех для меня одна Я открыл ее на земле и назвал имени моих В облаках мы от счастья с тобою пари Ты моя, 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 голубоглазая Мы одной мелодии любви на веки связаны Я иду по улице с тобой, моя красавица Люди оборачиваются и улыбаются Ты моя, 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 голубоглазая Мы одной мелодии любви на веки связаны О, 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 я иду по улице с тобой, моя красавица Люди оборачиваются и улыбаются И улыбаются Глубоглазая, зая моя Лучшие в стране На телерадиоканале «Страна.ФМ» Ведущая Александра Хайрулина Вокальный проект «Виво» сегодня, друзья, у нас в гостях Через две минуты ровно засекайте Будет премьера абсолютно новой песни Но пока нам нужно успеть поговорить с ребятами О ближайших планах Ну, уже знаем точно, что выйдет пластинка Альбом Выйдет альбом, который будет называться «Живу для тебя» Мы ждем этого уже с декабря прошлого года Все пытаемся доделать какие-то нюансы Дооформить документы Вот сейчас последние штрихи И в конце мая это уже выйдет Выйдет также концерт ваш Да, вместе с этим выйдет концерт «Живу для тебя» Можно даже это назвать концертом презентации Где как раз будут песни из этого альбома И этот концерт можно будет увидеть и в ютубе И на всех социальных площадках Которые только существуют А также на ютуб канале, друзья, вы можете уже наблюдать Пока что один выпуск Но последует, я думаю, очень много Влог теперь у ребят своего появился Саш, кто здесь скажет про него несколько слов Да, ну, в принципе Давай, Родион Ну, на самом деле, я, по-моему, больше всех рад за это событие Так Потому что, да, мы что-то снимаем на телефон Выкладываем это в соцсетях, на инстаграм Но иногда пробегают такие моменты, которые хотелось бы осветить И, блин, не сняли Как так бы И очень интересный момент Сейчас повсюду за нами теперь камера И мы это все снимаем От камеры не уйдет ни один интересный момент из нашей жизни Закулисная, она очень интересная, на мой взгляд Короче, наконец-то шутки Родиона Наконец-то Я просто пытался сна И буду сцитировать Мало кто знает Но вот Олег Каплин тоже сейчас здесь находится Ходит Я не знаю, видно его или нет Но, тем не менее, спасибо Олегу за то, что он участвует во всей творческой жизни коллектива И все это готовит Поэтому смотрите влог Вивы и о том, как мы побывали на стране FM Ну, кстати, я думаю, что это для поклонников отличная новость Потому что они могут оказаться не только на вашем концерте, на зрительском месте Они же могут оказаться потом еще и в летописи, в истории, на вашем влоге Ребята, спасибо вам огромное Примите, пожалуйста, мое восхищение И восхищение всего нашего коллектива Благодарность за вашу красивую, очень такую мужественную, благородную работу Вы потрясающая всей команде Но полный восторг, правда Я фанатка Паша, признаюсь Проект Вива, друзья, да Родион Паульс, Василий Гурылев, Александр Балуков, Михаил Давыдов, Филипп Черкасов Саша, с тебя еще раз о новой песне и премьера в эфире телерадиоканала «Страна FM» Впереди чемпионат мира по футболу Впереди гостеприимное время, когда приедут к нам огромное количество болельщиков со всего мира И мы решили написать песню для болельщиков Для людей, которые являются гостями нашей страны Ну, наконец-то! Мы в этой песне не будем петь, скажем так, про футбол Про желание победить Потому что таких песен уже много Мы просто хотим песни, которая называется «Welcome to Russia» Сказать, что русские люди готовы и рады принимать всех Вне зависимости от национальности, гражданства, возраста, цвета кожи и так далее Мы рады видеть всех Welcome to Russia! Премьера! I'm gonna show you something special that I have When you see it, you fall in love like me Just look around and you will feel it in the air All generosity of our country Welcome to Russia! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok